Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске выступление премьер-министра Западной Армении Седа Миликян. В прошлом году 170 тысяч человек посетили гору Немрут в Западной Армении. Азербайджан намерен снести в Шуши здания, построенные во время правления Республики Арцах. Мало кто знает, что самое старое имя Багеша – Уази Эдуард Миликян. Временная особая зона безопасности объявлена в нескольких штатах Западной Армении. Турецкие власти взорвали церковь Хацконг в Западной Армении. Армянская апостольская церковь отметила Рождество и Богоявление. 6 января 2022 года премьер-министр Западной Армении Седа Миликян выступила с речью, в которой рассказала о работе, проделанной правительством в 2021 году. Наметила работу, которую предстоит проделать в 2022 году. В основном они будут ориентироваться на международные события, защищая интересы Западной Армении и всего армянства. В завершение премьер-министр поздравил всех, в том числе и страны де-юре, признавшие Армению в 1920 году с Рождеством. Текст выступления полностью доступен на нашем сайте. Гору Немрут, расположенную на перекрестке восточной и западной цивилизации, известную своими гробницами и гигантскими статуями, в прошлом году посетили 170 тысяч туристов. Напомним, Немрут находится в Самосадском Вилоете Западной Армении. Высота 2150 метров. Он внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 90% туристов – местные жители. В 2020 году количество посетителей из-за эпидемии составило 52 тысячи человек. На 2022 год прогнозируется большее количество посетителей. В Шуши начинается снос построек, построенных в период правления Республики Арцах, сообщает Акинас. Сносу подлежат шесть пятиэтажек здания парламента и другие объекты. По сообщениям СМИ, на месте здания парламента будет построена мечеть. Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Илхам Алиев подписал указ об объявлении 2022 года годом Шуши. Кабинету министров поручено разработать и реализовать план мероприятий, связанных с годом Шуши. Напомним, 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана достигли договоренности о размещении российских миротворцев в Арцахе. Была подписана декларация, которая передает Азербайджану семь районов Арцаха – Шуши и Гадрут за исключением одного села, села Аскиранского и Мартунинского районов, а также села Талиш и Матаги Смартакердского района. Об этом на своей странице в Facebook написал Эдуард Меликян, изучающий клинописи карты. «Знаю, некоторые скажут, но это немалоизвестная крепость, а я обещал представлять столько заброшенной крепости. Да, все знают про Багеш, но, к сожалению, немногие знают, что его самое старое название – Уази. Так упоминает царь о Сирии Саргом II. И вы даже не услышите от этих специалистов, что это название не что иное, как самое раннее упоминание провинции Азнавац в Дзорахдзенихской области Великой Армении. Повторяю, впоследствии город был переименован в честь Солнадзорского перевала Дзорапахак. Кстати, в ассирийских источниках горный перевал Дзорапахак, который проходил через проспект Аркуни Великой Армении, упоминает Сатунибуну. Вы этого больше нигде не прочитаете. После оккупации провинции Хакари и Шарнак в Западной Армении Багеш и его 308 провинций были объявлены временными зонами безопасности на год. Во многих городах, особенно в Дерсиме, Шарнаке и Хакари в сельской местности вводятся ограничения под названием безопасность. Аппарат губернатора Багеша объявил вчера, что 38 деревень в провинции Татэван, Мутки и Хизан объявлены временными зонами особой безопасности. Многие люди были задержаны Генеральной прокуратурой Багеша по обвинению в принадлежности к террористической организации или нарушении закона о предотвращении финансирования терроризма. Восемь человек были арестованы в результате обыска домов в Константинополе, Манисе и Мерсине. Исследователь исторических материалов Хажак Сириканян написал на своей странице в Facebook, Церковь Хоцконг находится в 25 километрах к югу от Ани в селе Хоцконг. Она была построена в VII веке, но в 1960-х годах была взорвана турецкими властями. 6 января Армянская Апостольская Церковь отметила Рождество и Богоявление. Вечером 5 января во всех церквях отслужили праздничную литургию в знак Рождества. После литургии верующие забрали из храмов зажженные свечи. Утром 6 января была совершена божественная литургия, за которой последовало освящение вод. Литургия освящает воду крестом, а затем мирой, которую верующие берут домой, как благословение и исцеляющее лекарство для больных. Затем священники посещают дома верующих, чтобы объявить о рождении Иисуса Христа. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!